В Прикамье возможны ограничения для большегрузов. Федеральные трассы могут закрыть из-за снегопадов. На вокзале Пермь-2 усиливают меры безопасности. Теперь багаж и личные вещи пассажиров будут досматривать. Больше одного, но меньше трех бокалов игристого. Реарейтинг изучила предпочтение пермяков за новогодним столом. Новости в Прикамье. Продолжает эфир РБК. Я Антон Шибанов. Здравствуйте. Из-за снегопадов и метелей в Прикамье в течение суток возможен ввод ограничений для большегрузного транспорта. Предупреждение из-за погоды распространил Упрдор Прикамье. Как ожидается, сильные снегопады продолжатся вплоть до 2 января. Негативный прогноз касается Прикамье, Кировской области, Удмуртии и Республики Коми. В случае образования значительных заторов может быть введено ограничение движения для большегрузных автомобилей по федеральным дорогам на территории Пермского края. Сообщили в Упрдоре Прикамье. Передает 59.ру. Это коснется дорог Р-242, Перемь-Екатеринбург, М7 «Волга», а также А-153. Специалисты советуют автолюбителям в дальних поездках иметь запас воды и пищи, а также не забыть дополнительную теплую одежду на случай поломки автомобиля или образования заторов на дороге. С нового года багаж пассажиров на вокзале Пермь-2 начнут досматривать. Новые меры безопасности вводятся с 1 января. Досмотр будут проводить при помощи двух стационарных рентгеновских установок с конвейером. Они позволяют автоматически распознать потенциально опасные предметы. Сохраняется и процедура прохождения пассажиров через рамки металлодетекторов. Проверки будут касаться как багажа, так и ручной клади посетителей и пассажиров вокзала. Железная дорога напоминает пассажирам, что на прохождение досмотра требуется дополнительное время и рекомендует прибывать на вокзал заблаговременно. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного человека в бюджетных сферах за 2019 год выросла в среднем на 7%. Такие данные приводит Пермстад. Несмотря на оптимистичные данные, реальное положение дел не так позитивно комментируют специалисты. Все подробности далее. Зарплата в сфере здравоохранения за год выросла с 33 тысяч до 35 тысяч рублей. В сфере образования с 27 до 29 тысяч. Больше всего заработная плата увеличилась в области культуры с 29 тысяч до 34 тысяч рублей. Однако эксперты считают, что реальные доходы в бюджетной сфере не выросли, а наоборот показали спад. Мы понимаем, что реальное содержание заработной платы работников и в этом году не выросло. И даже иногда упало, потому что происходили другие процессы в системе образования, реорганизации, сокращение кадров. Одна из задач, обозначенных региональным минобразованием, повышение компетенции педагогического штата при общем сокращении количества административного и учительского состава. Но и рост реальных доходов работников отрасли на ближайшие годы выведен на прежний план. Зарплата должна расти, как мы с вами понимаем, в первую очередь менее высокими темпами, чем рост маловой продукции, чем рост производительности труда. Значит, пока у нас наблюдается в Пермском крае обратная пропорция. То есть темпы роста заработной платы у нас опережают темпы экономического развития. В очередной раз важным фактором эксперты называют закредитованность населения. И в первую очередь, по словам экономистов, растущие доходы жителей региона будут тратить не на материальные блага и улучшение качества жизни, а на обслуживание своих кредитных обязательств. Два бокала шампанского в среднем употребляет каждый взрослый житель при Камье в новогодние праздники. Данные приводит реорейтинг. Агентство представило список регионов по популярности напитков в Новый год и январские выходные. При Камье на 49-й позиции. Результаты исследования показывают, что чаще шампанское употребляют в северных регионах. Так, лидером стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый житель выпивает 4 бокала шампанского. Второе и третье места заняли Мурманской области и Камчатский край. На другом полюсе рейтинга расположились республики Северного Кавказа. Причем в двух из них, в Ингушетии и Чечне, потребление почти нулевое. По расчетам реорейтинга, в новогодние праздники потребляется почти четверть всего шампанского за год. При этом эксперты отмечают, что популярность игристых вин растет примерно на 2-3% ежегодно. Пока это все. Больше новостей на нашем сайте. Также всегда в доступе телефонной редакции и наша электронная почта. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова